Имя Евгения Каверал. День рождения. 30 июля 2003 года. Место рождения – Москва, Россия. Знак Зодиака Лев. Восточный гороскоп Каза. Карьера – российская актриса. Детство и юность. 30 июля 2003 года в семье жителей российской столицы Василия и Елизаветы, уже воспитывающей первенца Владислава, случилось радостное событие. На свет появилась дочка, которую родители назвали Евгенией. Девочка росла столь миловидной и артистичной, что продюсера, встречавшие снимки Жени на страницах ее матери в соцсетях, наперебой приглашали маленькую москвичку на съемки рекламных роликов. В шесть лет Каверау присоединилась к актерскому составу Воронинах, в котором сыграла подружку дочери главных героев. За ремейком американского ситхома «Все любят Реймонда» последовали роли Евгения в сериалах «Все к лучшему». Центральные образы, в котором создали Алина Сергеева и Евгений Славский, и светофор, после показа которого широкую популярность обрел юный артист Семен Трескунов. В 2020 году Женя окончила гимназию Свиблова, в которой сейчас учатся свыше 4000 школьников. Опыт посещения престижного учебного заведения пригодился девочке в начале второго десятилетия 21 века на съемках в закрытой школе. Детективно-мистический сериал познакомил Павла Прилучного и Агату Муцинеица и прославил сверстницу Евгения, Луизу Габриэлу Бровину, вместе с которой Каверау исполнила главные детские роли в киноальмонахе с Новым годом «Мамы». Фильмы. Среди проектов, в которых Женя участвовала в подростковом возрасте, наибольший интерес представляют многосерийная медицинская драма «Практика» и мистический сериал Андерса Банки и Павла Костомарова «Чернобыль». Зона отчуждения. В обеих этих лентах снималась также Кристина Козинская, причем во второй девушке сыграли сестер Лену и Анну. В 2018 году Евгения озвучила Майю в анимационном фэнтези для всей семьи Гурвиник, а также сыграла дочерей центральных и второстепенных персонажей в нескольких российских сериалах, среди которых «Музыка моей души», «На пороге любви», «Березка и психология любви». Криминальный детектив «Глаза в глаза», в котором Каверау досталась роль Эли Зимины, дошел до зрителей только через два года после съемок, в ноябре 2020 года. К моменту премьеры ушел из жизни актер Владимир Чуприков, сыгравший в сериале Бориса Мелентьева. Образ психолога Марии Германовой стал первой главной ролью в фильмографии артистки Анны Роскошной. В день 75-летия Победы канал НТВ представил четырехсерийную военную драму с участием каверау «Алеша», снятую по повести Ивана Пташникова Найдорф. Роль Альди в экранизации, действие которой разворачивается в 1944 году в Беларуси, актриса называет любимой в своей фильмографии. За главного героя сыграл Максим Сопрыкин. Образ пулеметчика Ефрема Жаворонка, опекающего Алешу как родного сына, создал Владимир Епифанцев, а в немецких военных перевоплотились Юрий Уткин и Игорь Денисов. Год пандемии выдался плодотворным для каверал. В сентябре 2020 года на «России-1» состоялась премьера мини-сериала «Яркие краски осени», в котором актрисе досталась роль Полины. В мелодраме о жизненных перипетиях юной Риты, мечтавшей связать биографию с медициной, снялся сверстник Евгения. Егор Губарев, несмотря на юный возраст, блеснувший во многих громких российских проектах, в том числе в сериале «Мир». Дружба. Жвачка. В ноябре 2020 канал ТВЦ вынес на суд зрителей двухсерийный детектив уравнения с неизвестными. «Химия убийства». Сюжет ленты, в которой каверау предстала в образе старшеклассницы Ксении Большаковой, вращается вокруг расследования убийства «Учителя химии», в котором вынужденно объединяются персонажи-антиподы, преподавательница математики Кира Сергеевна и оперативник Игорь Болдин по прозвищу Марадона. Главные роли в детективе исполнили Мария Антонова и Иван Стебунов. В родителей Киры перевоплотились Андрей Леонов и Алена Яковлева, а бывшего возлюбленного Киры сыграл Дмитрий Гудочкин. С двумя актерами из «Химии убийства» Никитой Тарасовым и Русланом Щедриным, каверау пересеклась в «Другом детективе» в втором сезоне сериала «Метод», также показанном поздней осенью 2020 года. Руслан, как и Евгения, снимался в «Воронинах» и сериале «Чернобыль». Зона отчуждения. Юная актриса в «Методе 2» не потерялась на фоне звезд российского кино Константина Хабенского и Александра Петрова, Евгении Симоновой и Сергея Гармаша. Личная жизнь. Юная русоволосая красавица, при росте 164 см, весящая 46 кг, не спешит приоткрывать завесу над личной жизнью. Поддерживать фигуру, которую не стыдно показать в купальнике, актрисе помогают занятия танцами. Из инстаграм-аккаунта Евгения известно, что у девушки есть четвероногие друзья, кот окраса маркиз и собака породы французский бульдог. Коверау любит путешествовать и умеет водить автомобиль. Евгения Коверау сейчас. 16 января 2021 года канал «Россия-1» впервые показал мелодраму «Когда меня не станет» с участием Евгения. Ленту украсили своей игрой ветеран российского кино Ирина Чапиженко и белорусский актер Павел Южаков-Харланчук. В 2021 году Коверау участвовала в съемках фильма Карена Аганесяна-Молоко, находящегося на стыке жанров фэнтези, трагикомедии и мелодрамы, а также сериала Глеба Якубовского с рабочим названием «Не тот, не та». Ставим лайки, подписываемся, обсуждаем. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok